Итак, вроде улеглись более-менее обсуждения сделки между Сони и Банжи, я видео об этом делал, в Твиттере своими мыслями делился, так что кому интересно, милости прошу по ссылкам в описании. Сегодня давайте вспомним про грядущее дополнение Королева-Ведьма и обсудим последние новости о ней. Вышло пару трейлеров за последние недели, интервью с разрабами, так что если кто-то недостаточно плотно следил за новостями, будем наверстывать. Начнем с моих впечатлений от трейлера снаряжения Королевы-Ведьмы. Нам показали несколько экзотов, крафт-оружие, броню и намекнули на тематику 16 сезона даже. О крафте пушек мы чуть позже поговорим в ролике, когда дойдем до обсуждения интервью, поскольку в нем как раз и раскрываются первые подробности этой системы. А вот экзоты... ну, все конечно же видели гранатомет, точнее червемет-паразит. Пушку, которая как вторая форма покемона-колония, стреляет личинками улья. Это просто сразу заткнитесь и возьмите мои деньги, конечно. Если в итоге это станет главным оружием для нанесения урона по боссам, то я буду дико угорать. Скорее бы обзор на него записать, а... ну и ждем плюшевых личиносов в банджи-стор, конечно, после такого. Мда. Еще один экзот, плазминка-пулемет-кабал. Это та самая надоедливая пушка, которой поливают нас колоссы в налетах. Иронично, что буквально за день до этого трейлера мы с командой играли в Гамбит, где меня душил кабал с этой пушкой, и я на нервяках озвучил мысль, а че это нам все еще ее на вооружение не дали? Пулемет есть, Клятва Небожога есть из кабалов, а этого нет. И банджи, конечно, гением. Услышали меня и за день клепанули экзот, да еще и трейлер записали. Спасибо, ребят, вы лучшие из лучших. Экзот, кстати, скорее будет сезонный, поскольку сам сезон, 16-й, будет, по всей видимости, связан с кабал. Кто сказал? Да уже сообщество все рассмотрело. На оружии из трейлера можно заметить узоры, которыми были украшены знамена Каятль, а броня выполнена в их же стиле. Так что, хотим мы или нет, мы получим новый сезон с кабал. Скорее всего, его события стартанут на неделю позже дополнения Королева-Ведьма, как это было год назад на релизе За грани света и сезона Охоты. Но вернемся к трейлеру. Больше всего меня заинтересовали классовые экзоты, глефы. Новый тип оружия, который появится с дополнением, принесет с собой экзотный вариант на каждый класс, который будет развивать способности стражей. Скажем, Титан с помощью глефы сможет кастовать небольшой купол для укрытия напарников, Варлок стрелять хилищими зарядами, а Охотник пускать электросеть под толпом противников. Конечно, у этих навыков будет какое-то но для баланса, но сама идея классовых экзотов мне нравится. Даже интересно, сможет ли Титан в стазисе, например, ставить этот мини-купол через глефу. Еще нам показали новую ппшку, которую мы видели еще на промо с предзаказами дополнения. Она, как и ожидалось, обладает неким токсичным уроном, прямо как комментарий на моем канале. Есть ощущение, что под зачистку или даже под пвп может быть полезно. Все же пистолеты-пулеметы занимают далеко не последнее место в мете, так что ждем. Делаем выводы об оружии по двухминутным трейлерам. Да. Ну и броню показали. Пока по одному экзотическому элементу на класс, думаю на релизе их будет больше. Надеюсь. И тут грабли все те же. Только мы дождались баланса со стазисом, как Титан превращает баррикаду в стазисные наросты, а Варлок получает две стазис-гранаты с улучшенным трекингом по врагам. Ну, это точно станет большой болью в пвп. Как раньше охотники с кипой спамили, так теперь Варлоки будут радовать нас вот этими гранатками. Будем посмотреть, как говорится. А, ну и для охотников экзот какой-то совсем странный. С ним они будут отражать снаряды и атаки противников в усиленном виде. Хотя и так сейчас можно любую ульту отразить. Очень пока хз, в чем толк. Разве что в 6 хантов зажать отражение атаки и от Оона убить его же выстрелами. Play for fun какой-то получается. Теперь давайте к той части, где мы читаем интервью перейдем. Конечно, все я не буду читать, тем более в группе у себя мы писали перевод статьи и частично там есть какие-то повторения, но самое жирное надо обсудить. Например, долгожданный крафт оружия. В красивой темной лаборатории кузницы игроки получат возможность создать то оружие, о котором мечтали. Со слов разработчиков, система создания оружия воплотит в жизнь давние мечты стражей о возможности создавать свой собственный арсенал. Создание оружия начнется с шаблона, которые можно использовать для ковки начальной формы оружия. Используя это оружие в бою, вы получаете уровни, которые позволят вам в дальнейшем изменять его характеристики и совершенствовать. Это, конечно, довольно поверхностная инфа, но пока что напоминает Армсдей. Еженедельное задание оружейника. В первой части мы брали у Банши первую базовую пушку, которая называлась Корпусом, выполняли простые задания на ней, отслеживая прогресс прокачки, а затем возвращали ее обратно в мастерскую для создания оружия этого типа, но с рандомными перками, которые менялись еженедельно. Тут, похоже, будет нечто подобное, но более сложное и точечное. Плюс к этому рассказали, что игроки также будут собирать ресурсы для создания оружия в активностях или разбирая другое оружие. Так что можно найти сходство еще и с системой Трансмога, но я надеюсь, не с той Трансмог, с системой, на которую ополчилось сообщество на ее старте. Ведь чему-то нужно учиться. Большое внимание разработчики заостряют и на том, сколь важной для них и для игроков станет сюжетная кампания Королевы Ведьмы. Это необычное заявление, ведь Destiny игра не про сюжетную кампанию. И сколько бы опытные игроки, вроде меня не говорили новичкам, что тут пройти все миссии не главное, все равно с каждым анонсом я вижу комментарии в духе «Надеюсь, сюжетка не на два часа». Все равно, что говорить о том, что спортивный клуб Аутсайдер из второй лиги выиграет Лигу Чемпионов за год. Ну, надеяться-то можно, но только потом не жалуйтесь, если вы деньги на это поставили. Но в этот раз банджи сами решили завысить ожидания заявлениями в духе «Это кульминация истории, мы делаем сюжетную линейку самой запоминающейся и схожей по опыту с Doom или Titanfall». Сильное заявление. Ой, какое сильное. Помимо классического прохождения кампании, игроки могут выбрать легендарный уровень сюжетных миссий. В таком случае им встретится больше противников, и они будут сильнее. В таких миссиях будут также активные модификаторы по типу «Сумрачного налета». А взамен, игроки могут рассчитывать на соразмерные награды, комплекты нового снаряжения, модификаторы и экзотику. Такая легендарная версия кампании также будет еще адаптировать сложность и количество противников в миссиях в зависимости от того, сколько стражей состоит в вашей боевой группе. Мы уже знаем, что нам предстоит сражаться с отрядами «Сияющего улья», то есть тем ульям, что владеет силами света и воскресает из мертвых после поражения, но мы не знали о других типах противников этой подрасы. Некоторые противники, скажем, служители, после смерти выпускают мотылька, который стремится наполнить силой другого бойца улья, находящегося поблизости. Ну а если рядом не будет такого, то он полетит за стражем и попытается нанести ему урон. Напоминает чем-то сива заряды, которые вылетали из убитых в крит врагов сплайсеров в дополнении «Райс оф Айрон». Мне нравится, должен сказать, идея новых противников с такими механиками. Так что с нетерпением жду новых вызовов, которые приготовила для нас игра. Ну а чтобы не запутаться во всем этом и быть в курсе новостей и изменений, подпишись на канал. На старте дополнения будет много важной информации, а до него осталось уже меньше трех недель. Спасибо за просмотр и спасибо тем, кто поддерживает канал спонсорской подпиской. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok